Ну, по заразе я знаю, вы выглядите лучше других областей. Пока молодцы, но расслабляться ни в коем случае нельзя. Потому что вы же видите, что этот ковид уже превратился в политику. Ну, я этого ожидал. Мы не боремся так, как все и так далее. В то же время, не зная о том, как мы вообще живем тут и как боремся. Особенно наши родные братья там на востоке. Они уж так озабочены. Поэтому ни в коем случае расслабляться не надо. Не то, что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало. Не тем путем пошли, видите ли. Чтобы идти путем в Беларуси, надо иметь систему. А систему даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь. Инфекционные больницы уничтожили. Специалисты разъехались. Микробиологу, вирусологу, эпидемиологу никто не готовил. Ну, таки теперь пожинают плоды. И в нас камнями бросают. Хорошо, что сами начали производить эти тесты. И оказались белорусские тесты более точные. Ну, россияне же признались. Вот главный врач, который сам заразился. Он же тестировался российскими тестами. Так это он назвал цифру 60. Вот такие тесты, и мы их тоже покупали. Но самое главное, мы пока справляемся. Сегодня маленький-маленький лучик надежды забрежил. Особенно в Минске у нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. И самое главное, не допустили всплеска. Пока идем этим путем, но это очень тяжелая и затратная работа. Бороться очагово, не изолируя людей, не выписывая какие-то пропускаете. Когда Москву остановили вообще напрочь. Мы, конечно, этим путем не пошли. И смотрите пневмонии. Пневмонии – это главное. Если человек пневмонии еще затянул, у нас же знаете как, а, полечусь дома. Неделю пролежал дома. Тяжелые осложнения, там и ковиды, и еще там какой-то вирус подключается. И тогда уже их очень тяжело лечить. Очень. Хотя врачи молодцы, они просто молодцы. Поэтому стойко. Но что удивительно, как я пошутил, трактор вылечить. Слава богу, в деревне у нас. Все живы, здоровы. Поэтому надо смотреть за сельским хозяйством. Прежде всего, у вас есть возможность вовремя посеять. Потому что пройдет несколько месяцев. Убирать же что-то надо. Пневмонию – она уйдет. А хлебушек-то нужен будет. Ну и промышленность. Я даже не беспокоюсь за село. Село мы сработаем. Но вот промышленность. Потому что кругом все остановилось. Смотрите экономику, чтобы у нас не рухнуло производство.